Бендерский техникум – территория учебы и профессионального роста. Вот-вот стартует приемная кампания, а выпускники учебного заведения отправятся на предприятие города, чтобы начать работу по специальности. Горячая пора в Бендерском торгово-технологическом техникуме. Экзамены, подготовка к итоговой государственной аттестации. Скоро начнется приемная кампания. Юноши и девушки, желающие работать в легкой промышленности и в общепите, сядут за парты и сделают первые шаги на пути в профессию. С 2019 года в обучении особый упор на практику. Техникум ведет практикоориентированное обучение, начиная с 2019 года. Отличие практикоориентированного обучения, в принципе, в большом количестве практики, которые обучающиеся проходят на предприятии. Они вливаются в свои коллективы и получают больший практический опыт и более компетентны в своей профессии. Александр Мазурок профессию выбрал именно такую, чтобы реализоваться на все 100. Учеба далась легко. Отличник и президентский стипендиат будет работать на Бендерской Вестре. Мне нравится заниматься творчеством с самого детства. Я хотел поступить в техникум после школы, чтобы обучиться этой профессии и в дальнейшем реализовать себя как творческую личность и радовать многих людей своим творчеством. Практически каждый год выпускается группа модельеров, очень активные, творческие люди. И также на предприятиях легкой промышленности и других предприятиях нашей республики, нашего города работают очень довольны. Мы сотрудничаем с такими предприятиями, как Вестра, Адема, Интерцентр Люкс, обувная фабрика «Флааре», «Тегина» и некоторые частные предприятия по пошиву одежды, по изготовлению обуви, на которых тоже работают наши бывшие выпускники и проходят практику настоящие студенты. Конструктор, технолог и модельер швейных изделий – так звучит специальность юноши – должен хорошо рисовать, быть аккуратным, обладать вкусом и отличным глазомером. Все это можно развить в стенах учебного заведения и на практике, а потом создавать одежду от и до. Ты можешь как и работать на предприятии, тут же там неплохие места есть, ты можешь себя реализовать либо как конструктор, либо даже как дизайнер одежды, или как технолог, например, я могу быть технологом также, то есть я могу указывать, давать указания, как правильно собирается единица одежда. И я могу работать сам на себя, то есть я могу быть сам себе начальник, могу придумывать одежду, сам ее шить и выпускать. Грамотный мастер не ограничивает себя условностями. Он может скроить одежду любого фасона, изобразить на ней любой персонаж. Так Александр в зачетной работе украсил джинсовую куртку портретом Пеннивайса. Это кастомайзинг, это то есть когда ты меняешь в одежде какие-то элементы, то есть заменяешь там на какую-то аппликацию, вышивку, или ты когда рисуешь красками на одежде, когда ты меняешь образ первоначальной одежды, то это называется кастомайзинг, то есть переделка. Приобретая полезные навыки, любой человек меняет жизнь к лучшему. Расти профессионально, зарабатывать и все время учиться. Путь настоящего мастера в каждом деле.